Пропустите депутата. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли на рассмотрение Нижней Палаты Парламента РФ законопроект, который повышает статус депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными и муниципальными чиновниками. Усиление депутатских полномочий, а значит и все ветви представительной власти, действительно планируется серьезное. Например, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации наделяются правом на прием в первоочередном порядке руководителями и другими должностными лицами федеральных, региональных и местных органов власти, а также любых государственных, муниципальных и даже частных учреждений, включая начальствующий состав вооруженных сил и других силовых структур. Конечно, в законопроекте есть уточнение, что парламентарии обладают таким правом захода в любые кабинеты лишь по вопросам своей деятельности. Однако вряд ли кто-то сможет определить для последней, какие четкие рамки. Особенно, это касается депутатов Государственной Думы от одномандатных округов. Их компетенция, по сути дела, вообще определяется лишь наказом избирателей, считает независимая газета. Мы решили спросить у горожан, в каких полномочиях для защиты своих избирателей депутаты действительно нуждаются, а каких полномочий их необходимо лишить. Какие льготы и привилегии вы убрали бы для депутатов Государственной Думы? Какие, наоборот, добавили бы? Не знаю, Стива, наверное, убрал бы. Все убрали бы? Конечно. Да, все льготы, наверное, ему брать. Они и так зарплату много получают. Да, они и должны иметь такие льготы. Все им убрать. Ну, как мы живем? Вот представь, я работала в стальцехе на разливке 25 лет. И мне никаких горячих. На 10 лет раньше ушла, и все, мне никто не платит, никаких год. Я что-то в этих вопросах просто не осведомлен так, чтобы отвечать конкретно на них, поэтому воздержусь от ответов. Как вы думаете, вы бы не отказались от таких бонусов сами? Я бы не отказался, наверное. Наверное, зарплата немножко великоватая по сравнению с нашей. Ну и все, а больше-то... У них также зарплата хорошая. Какие дополнительные годы еще? Так все подымают, подымают с каждым годом. А по сути-то для чего? В полном объеме свою работу как бы не выполняешь. Что они делают? Там сидят просто так как бы... Ну да, создавали бы какие-то законы там более-менее какие-то, чтобы для людей были подходящие. Так-то что?